И еще раз, цель жертвы не приобретение большего материального, потому что если цель жертвы всегда человек пытается заплатить меньше, а получить больше, это естественно, и здесь в общем-то если сохранить этот принцип, мы заплатили цену и получили соответственно больше, то есть приобрели то, что нам ценнее. Но мы говорим о том, что наши жертвы были направлены в нематериальный мир, и мы приобретаем нематериальный. Понятно, да? Окей, дальше. О грехе говорили, сегодня продолжим. Итак, поговорим о жертве. Которая была самой большой жертвой, известной в Израиле. Это жертва Ола, или жертва Всесожжения. Левит 1 глава. Начнем. И возвал к Маше, и сказал Господь ему, и шатра соборного говоря. Или, и призвал Маше Бог, и сказал ему, и шатра откровения, говоря. И он позвал Маше, и Бог говорил с ним, и шатра собрания сказал. То есть различные переводы. В синодальном переводе мы будем его использовать тоже, но некоторые вещи мы будем брать из других переводов, потому что синодальный перевод иногда упускает достаточно важные моменты, на которые мы будем обращать внимание. Здесь начинается повествование к тому, из того, что кто-то кого-то позвал. Кто это был? Он позвал Маше. Это не Маше пришел и сказал, вот мне хотелось бы узнать, собственно говоря, как мне поступать в том или другом случае. Вообще, свод законов, о котором мы будем говорить, синайский закон, в данном случае мы будем рассматривать часть этого закона, включая жертв. В первую очередь, отличается от всех других законов тем, что он был дан нам как законченный свод правил, постановлений, регламентирующих деятельность всего общества, регламентирующих богослужения, взаимоотношения между человеком и человеком. В законченном целом виде. Нам ничего придумывать, добавлять и изменять в нем. Все остальные законы люди получали путем своих размышлений, дополнений, изменений, практического применения, находили сильные и слабые стороны, что-то убирали, а что-то добавляли. С нашим законом все было, мягко говоря, не так. Мы получили его в один момент времени, в том виде, в котором он записан, до сегодняшнего дня. Понятно, да? Здесь, может быть, важно очень сказать о существовании письменного и устного закона. Да, очень важно. В общем-то, для мессианских служителей важно, сколько тор существует, две или одна. Хорошее утверждение. Кто-то знает, вообще, знаком с утверждением того, что тора одна и неделима, она же письменная и устная, является одной и неделимой торой. Слышали. Слышали, да? Да. Очень важно знать утверждение трактата Перкея, вот, первая глава, первый раздел. Кто-то знает его, нет? Каким образом Всевышний даровал тору, в общем-то, своему народу? Слышали. Собрание, собрание уже. Да? Слышали, да? Но меня интересует. Кто-то мне подскажет, каким образом, каким образом Израиль получил тору. Каким образом был заключен завет между Израилем и Тору? Спокойно. От Нового Завета. Ну, я какую часть открыл? Я какую часть открыл? Ай, как хорошо. Ну-ну. Окей. Давайте я вам задам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, Израиль заключил завет Всевышним до того, как он получил 10 заповедей на скрижалях завета, или после того? Завет Синайский. Завет как договор. Мы спрашиваем сейчас о представлении. Есть момент времени. Есть момент времени. Была гора Синай. Не надо сейчас листать Библию. Вы уже попали. Послушайте, мы говорим вообще о ключевом моменте в истории нашего народа. Хороший вопрос, да? И когда мессианские верующие слышат этот вопрос, они начинают судорожно листать Библию и пытаться найти ответ на него. Ну, классно, конечно. Ну, давайте подумаем. Давайте немножко подумаем. Вот был момент, когда народ подошел к чему? Горя. Потом Маше поднялся на эту гору. Закройте эту штучку. Продвинутого нашего. Маше поднялся на эту гору. Да? Ну, мы знаем некоторый ход событий. Получил скрижальный завет. Большое спасибо. Ирис, скрижальный, где Всевышний своим перстом написал 10 слов. Да? Спустился вниз, застал, в общем-то, народ в неком состоянии, которое его слегка опечалило. Причем настолько опечалило, что он решил немного уменьшить количество народа. Зарезав сколько людей? Около трех тысяч людей. Зарезали? Да. Потом еще немножко умерло. Ну, все нормально. Веселуха была. Так вот, меня интересует. Когда Израиль заключил завет с Богом? До того, как Маше поднялся и получил скрижальный? Или после того, как Маше поднялся и получил? До того. До. До. Давайте я еще немножко дополню. Исходя из текста, который мы можем почитать к посланию евреям, девятой главе. И Маше произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водой шествующей червеной и сопом и окропил как саму книгу, так и весь народ. Говоря, это кровь завета, которую заповедовал вам Бог. Итак, мы можем сказать, что завет был заключен посредством книги завета. Да? То есть, к моменту заключения завета была уже что? У нас написанная книга завета. Облегчает нам задачу и еще раз зададим вопрос. До или после? Меня интересует. Завет был заключен. Ну. Еще раз я повторяю. Когда я задал вопрос, вы мне сказали, что завет был заключен до этого момента. Когда я вам несколько помог, да? Прочитав то, что было написано в новом завете, вы мне говорите, что когда? После. Ну, нормально. Ничего вас не смущает? Ну-ну. Так что, к какому вы выводу склоняетесь? До или после? Посмотри, когда его не было. Правильно? До. Ну, вы, те, кто меня знает, в общем-то, уже привык, не удивляется, что вы так меняете несколько свою точку зрения. Еще раз. Завет с народом был заключен посредством прочтения книги завета, кроплением крови на книгу завета и что? На народ. Окей? И я задаю вопрос еще раз. Когда это произошло? До того, как он получил скрижа Лизавета или после того, как он получил скрижа Лизавета? Правильный ответ – до. Как? Нормально? Еще раз. Про поводу устной торы, ну, не пролезет. Книжка была. Вопрос касается напрямую устной торы. Но я говорю вам простую вещь. Письменная тора повествует нам о том, что Маше получил книгу завета, на книгу завета, которая кропилась водой или кровью? Кровью. Которая кропилась кровью, и народ тоже был... Покропить немного. Давайте, как бы, процедуре кропления отойдем немножко в сторону. Я думаю, что достаточно было покропить представителей, чтобы считался, чтобы был покреплен весь народ. Окей? Это несколько, ну, не вкладывается в наше представление о том, что произошло? Не совсем вкладывается, да? Я вас забутал? Окей, ну, сейчас будем распутывать. Была очень правильная мысль. Она была очень правильная, логичная. Супер была мысль. Которая двигала нами, и которая говорила, послушайте, ну, как бы, нехорошо было их наказывать, если они, ну, не приняли условия. Ну, как бы, нелогично. За что они попали под раздачу, если то, что они нарушили, были дано вот здесь, а они были еще не в курсе? Сам Всевышний Гаврид Маше о том, что он заповедовал какой-то путь, и они отклонились. За поведом он был до восхождения Маше, и они были в курсе. Логично. Логично. Но потом вас логика подвела с книгой. Ну, я специально же читал из Нового Завета. Ну, в Ветхом то же самое написано. Но последовательность... Книга вас немножко сбила с правильного ответа. Книга, да? Книга виновата. В 19-ю главу книги Исход открываем. На самом деле было несколько походов. Да, в 19-е какие-то события происходили, потом 20-е. Начало 20-е главы. Что там начинается? На самом деле начинается изложение... Чего? Десяти заповедей. Как это ни странно, они не заканчиваются в 17-м стихе. Изложение 10-ти заповедей не заканчивается только 10-ю заповедями, а продолжается. За 10-ю заповедями следует что? Дальше. Законы. И мы смотрим до конца 20-й главы. С чего идут? Законы. Законы. 21-я. С чего начинается? И вот законы, которые ты объявишь им. 21-я глава излагает чего? Законы. 22-я глава. Законы. А 23-я? Законы. Тоже законы. Ага. И теперь мы подходим к 24-й главе. И Моисеев сказал он, взойди к Господу, ты, Аарон, надав и авиуд, и 70 старейшин израилюх, и поклонитесь издали. Мошея один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, народ пусть не восходит с ними. И пришел Мошея, перестал и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал здесь народ в один голос. И сказали, все, что сказал Господь, сделан. И что сделал? 4-й стих. И написал. Вот здесь передача закона, она, в общем-то, выглядит несколько иначе, чем нам рассказывает трактат Перкей-Авод. Потому что здесь сказано, что сделал Мошея? Написал. Что он написал? Все. Не сказано, что он что-то написал, а все остальное на словах просили передать. Здесь сказано достаточно ясно и четко, недвухсмысленно, что он написал все слова. Да? И встал в рану поутру, поставил под горой жертвенник, двенадцать камней, по числу двенадцати колен израилек. И послал юношей. Заметьте, кого он послал? Было разделение на священников? И народ? Он послал просто юношей. И послал юношей для того, чтобы они что сделали? Принесли все сожжения, заклали тельцо в мирную жертву. То есть, это совершали не потомки Аарона, а юноши, которые пошли и это сделали. Маше взял половину крови, влил в чашу, и другую половину укропил жертвенник. И взял книгу и прочитал вслух народу. И сказали они, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушать. Он читал откуда? Из книги. Существовала на то время уже книга, записанная. И народ вступал в завет и соглашался со словами, написанными где? В книге. И взял малышей крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета, которую Господь заключил с вами, о всех словах стих. О всех словах, это о каких? О тех, которых он сказал или о тех, которых он прочитал из книги. И он говорит, что в этом заключен что? Завет. Соответствует ли это тому, что написано в послании к мессианским евреям? Соответствует. 18 стих прочитайте, кстати. Это же главы. Это же 24 главы, 18 стих. То есть до? До. Сбил я вас столб, конечно. Книжкой. Книга подвела. Хорошо. Ну, я надеюсь, что больше никто не собьет. Да? Точно. Это точно. Еще раз самостоятельно. Точно. Вообще, все, что вы услышите, я же, вы помните, да? Те, кто не знает, я повторю. Я за все, что здесь наговорю, перед вами ответственности не несу. Я отвечаю перед Всевышним за то, что я здесь наговорил, да? Ну, кстати, и вы отвечаете перед ним же за то, что вы здесь услышали. И как вы это исследуете. Это очень важный вопрос. Чтобы не было потом, а там мужик приезжал, он говорил. Понятно, да? Мужик может говорить все, что угодно. Вам лучше взять Писание и узнать, точно ли это так. Тогда вы будете говорить, я читал Писание, и я знаю. Я проверил по Писанию, и я знаю. Э, основание не слова какого-то мужика, который приезжал, а основание то, что вы прочли и узнали из Библии. Правильно. Поэтому когда вам кто-то подходит и спрашивает, а я слышал, там кто-то говорил, я, как правило, даже не отвечаю на такие вопросы. Понятно, да? Ну, мало ли кто скажет. Если вы прочитали, узнали, утвердились, поняли, появились вопросы, пожалуйста, на здоровье задаем, разбираемся. Но когда в следующий раз вам скажут, послушайте, на самом деле, Маше получил слова, слова пересказал, те пересказали, те, вы скажите, ну, слушай, нормально, а там написано по-другому. Ну, подождите, там написано по-другому. Он записал все слова и читал из книги. То есть, по тексту не видно, что было что-то, что он говорил, чего не было. Я разобрал только одно из мест писания, вообще, в той книжке, которую я дал молодому человеку, там таких мест писания намного больше, где очень четко говорится о том, что закон весь записывался. это была первая часть этой книги, потом была дана следующая часть, и так дальше, и все эти части при передаче что делали? Записывались. записаны и прочитаны, и все с ними согласились. Еще раз, не все были записаны и прочитаны до Синая. Мы говорим сейчас о том, что была часть, которая называлась книга Завета, которая была получена Маше от Всевышнего. Он ее записал, он ее прочитал, и народ вступил в Завет с Всевышним посредством книги Завета, которая была окроплена водой и кровью и кропился кровью народ. Это была процедура подписания Завета. После чего Маше поднялся на гору, получил еще часть закона, который был записан Всевышним. Потом он спустился и получал еще части закона, которые он записывал. И в конце появляется книга под названием какой? Второзаконие. Второзаконие. Потом появляется еще книга, которая называется Второзаконие. И в конечном итоге мы имеем пятикнижье Маше, которое мы называем Торой. И рассказ о том, как Маше за один день написал 13 свитков Торы, меня, конечно, впечатлили. А есть такой Медраж? Я общался когда-то с одним ортодоксальным иудеем, который мне говорит, я тебе легко объясню, что существует письменно и устная Тора. Я легко тебе объясню и докажу. Я говорю, хотелось бы послушать. Он говорит, у меня есть аргумент. Говорю, готов. Заповедь Филин, знаете? Знаете, да? Это заповедь дана, в общем-то, в Торе. дана? Окей. И он говорит, скажи мне, пожалуйста, а как ее исполнять? Сказано? Как? Не сказано, абсолютно точно не сказал. И он говорит, ну вот видишь, мог ли Всевышний дать заповедь, а как ее исполнить, не объяснить или не сказать? Ну, мог ли он так поступить? Мог, с одной стороны, а с другой, ну, как бы, не мог. Я этому человеку говорю, послушай, дружище, ну, выбери, пожалуйста, другой аргумент. Ну, вот, я хочу с тобой пообщаться, ну, как бы, тяжело тебе, мой хороший будет. Выбери другой аргумент. Говорит, нет, этот. Я говорю, ты настаиваешь? Говорит, да. Еще раз, для того, чтобы, ну, достаточно четко расставить все и определить все. Я его спрашиваю, скажи мне, пожалуйста, ты утверждаешь о том, что заповедь, как накладывать филин, дана в устной форме, машина горе синай. Он говорит, да. То есть, это часть устной торы. Он говорит, да. Я говорю, ты уверен, что это заповедь, именно я подчеркиваю, заповедь, данная Маше на горе синай. Он говорит, я говорю, годится. Теперь осталось объяснить легкие детали, почему сефарды и ашкеназы делают это по-разному. Сефарды и ашкеназы накладывают филин по-разному. Еще раз. Это заповедь данная. Как это заповедь устной торы данной машины горе синай. Конечно. Или с передачей устной торы есть некоторые проблемы. Или это не заповедь. а что обрезать у молодежи не скажем. Кстати, тоже. Согласен. Вернемся пока к накладыванию. Обрезание, как правило, это такая специфичная тема. Вызывает оживление, как правило. Давайте спокойнее. Выберем какую-то тему поспокойнее. Да, на что этот молодой человек, не смущаясь, мне отвечает. Говорит, вообще это местные обычаи. Я говорю, не понял, только что была заповедь. Она каким-то образом у вас в голове трансформировалась в местные обычаи? Он не нашелся ничего лучшего. ответить, что правда заключается в том, что вообще Маше принес 12 свитков торы. И каждому колену дал по одному. Они уже там между собой разбирались, как там шутил. Я ему говорю, чисто вот так, для меня, я может чего не понимаю, просто ответь мне, а я говорю, Ефрем и Манасия, это два колена или одно? он говорит, два. Я говорю, тогда осталось ответить еще на один вопрос, кому не досталось? Торе, кому не достался свиток? он говорит, Левию. Я говорю, правильно, им меньше всех надо было. Зачем ему? я говорю, послушай, ну так, давай Левия не будем обижать, пускай свитков будет тринадцать. Говорит, я сказал двенадцать, значит двенадцать. Я говорю, ну как-то неудобно, ты вот все время знаешь, как правильно, ну пускай хоть один раз я буду прав. один разочек, ну пускай их будет тринадцать, ну жалко пацанов, хотелось бы им, чтобы досталось. Нет, он наставил все-таки на двенадцати. Я говорю, тогда скажи мне, пожалуйста, ну в письменной Торе абсолютно точно написано, что ну лежал список еще один, с правой стороны от Ковчега лежал свиток Тора. Говорю, ну явно тринадцатый. Говорит, так, они его никогда не выносили, что его считать? Я говорю, так все-таки тринадцать. Он говорит, ну да, тринадцать. Говорит, ну вот этот мы не считаем, потому что его не выносили, поэтому на самом деле двенадцать, ну хотя был еще один, который не считаем. Я говорю, хорошо. Потом он говорит, да, я, кстати, нашел один мидраж, который подтверждает, что я был прав. о том, как Маше в последний день написал двенадцать свитков Торы, каждому колену по одному, и еще один забрал с собой могилу, чтобы ему там было что читать. Я говорю, такие тринадцать плюс один, который не выносили, четырнадцать, и еще плюс один, который все-таки имели левиты, для того, чтобы переписывать царю. Пятнадцать. Он говорит, ну да, где-то четырнадцать, может быть пятнадцать. Я говорю, начинали с двенадцати. Я просил тринадцать, ты был не согласен, сейчас уже соглашаешься на четырнадцать. И может пятнадцать. Ну вообще нормально, да? А это все на основании мидражей. Все на основании того, что не записано здесь. Я говорю, ну понятно, все про устную Тору, про заповедь. Филин мы уже давно не вспоминаем, аргументы уже все закончились, после чего он мне говорит, зачем так буквально понимать то, что там написано. Я говорю, согласен, лучше понимать как-то небуквально и то, что ты говоришь. Непонимательно, на чем ты основываешься. Причем, при всем при этом, ну как бы, наших ортодоксальных братьев это не смущает. их аргументы, когда они так достаточно легко отодвигаются в сторону, их даже это не смущает. Понятно, да? Сам запрет, который существовал на запись устной Торы, он легко был нарушен. А существовал достаточно жесткий запрет на запись устной Торы, которые потом, те, которые решили ее записать, ну, сами на самом деле нарушили, ни с кем не посоветовавшись. Ну, они так подумали и решили. Теперь, чтобы не было неприятностей, мы давайте ее запишем. Они нарушают запрет, который вообще существовал. И первые записи, там, по-моему, второй век до разрушения храма появляются. История очень поучительная. Очень поучительная. О том, как не нужно слушать рассказы, а нужно читать то, что написано. И встречать все рассказы с тем, что написано. Понятно, да? Всевышний, в общем-то, передал нам написанные слова, и вы не поверите, будет судить согласно написанных слов. Если вы поинтересуетесь даже у тех людей, которые рассказывают про устную туру, предусмотрел ли Всевышний наказание за нарушение заповедей устной торы. Но зато он точно абсолютно предусмотрел наказание за нарушение заповедей. Кроме того, очень важный момент. Устная тора все время ссылается на письменную тору. Письменная тора никогда не ссылается на устную. Дальше очень любопытный момент. Некоторые заповеди письменной торы идут и повествования письменной торы идут в явное противоречие с тем, что записано в письменной торе. Следующий момент, чтобы вы знали, в общем-то письменная тора не канонизированный блок литературы, вообще до конца непонятно, что в нее входят. Какие книги считаются письменной тора, какие устные, извините, устные, какие не считаются. Следующий момент, устная тора признана живой, поэтому может дописываться до сегодняшнего дня. Следующий очень интересный момент, евреи до сегодняшнего дня не пришли к общему пониманию. в самом фундаментальном моменте, почем устанавливать Галаху? По большинству или по последнему? Вроде как бы заповедь дана Всевышним, устная тора вроде тоже дана Всевышним, а по какому устанавливать Галаху, Всевышний забыл сказать точно. то есть кого надо слушать последнего или тех, которых было больше? А изначально если тех, которых было больше, значит те были которые меньше, а значит они какие заповеди давали, которые Всевышний тоже дал. И если мы начнем изучать все постановления, то получится, что кто-то шизофреник, либо Всевышний, либо Маше, либо те, которые говорили. Понятно, о чем идет речь? Еще раз. Если мы говорим о том, что есть вопрос о установлении Галахи по большинству, значит, были люди, которые говорили одно, а были люди, которые говорили что? Но это же все говорил кто? Это как он говорил то одно, то другое? Ну, чисто теоретически. Он что-то одно, потом другому другое говорил. А все он говорил кому на самом деле? Маше. А Маше я же передал. Точно передал то, что говорил, только одни услышали одно, другие услышали. Нормально. все хорошо? А потом те, которые услышали одно, а те, которые услышали другое, потом третьи думали, а что делать, по кого слушать? Вот этих слушать, тех, которых больше, или тех, которых меньше. И одни решили тех, которых больше слушать, а другие сказали, нет, надо слушать того, кто говорил последний, потому что тот, кто говорил последний, выучил тех, которые говорили одно, выучил тех, которые говорили другое, все взвесил и принял правильное решение. Поэтому его последнее решение было самым правильным, а потом будет последующий последний, который может принять тоже правильное решение, которое будет другим, чем те, которые приняли последнее правильное решение. Слушайте, ну, я, ну, для меня это уровень нормального шизофреника, который не может определиться, ну, чего, кого слушать. И это абсолютно нормально. Когда вы будете разговаривать с правильным ортодоксальным верующим, он скажет, вот видишь, ты этого не понимаешь. Бедненький, учиться тебе надо. Иди в Ешиву, там мы тебе объясним. И это же, ну понятно, что ты на самом первом примитивном уровне только рассуждаешь. А есть еще три уровня, вот ты их родной не знаешь. Лет пять поучишься в Ешиве, тогда поймешь, как на белое можно говорить черное. А пока ты этого не понимаешь, что, чтобы говорить. Ты еврей, знаешь? Да ты вообще ничего понять не можешь. Когда Машеф зашел на гору, Бог дал ему скрижали. На скрижалях было написано, в одном месте написано, десяти словья. Да, это исход, если быть точнее, 34-28. И прибыл Моисей там у Господа, сорок дней, сорок ночей, хлеба не ел, воды не пил. И написал на скрижалях слова Завета. Десяти словья. Если мы смотрим во второзаконие, 9 глава, 9 стих, там написано, когда я взошел на гору, то есть Моисей говорит от своего собственного имени, чтобы принять скрижали каменные, скрижали Завета, которые поставил Господь с вами, и прибыл на горе сорок ночей, и дал мне Господь две скрижали каменные, написанные перстом Божиим, а на них все слова, которые изрек вам Господь на горе и среды огня в день собрания. Вопрос. Что было написано на скрижалях? Я думаю, что десять слов. Десять слов. Каких именно? То есть, видим ли мы какой-то определенный канон из этих десяти слов? То есть, если мы смотрим в исход, там идет перечень заповедей, и нет какого-то четкого такого постановления о том, что вот эти заповеди, вот как бы традиционные десяти словья, которые мы знаем, там первое, там и так далее, и так далее, что они именно вот такие. Или по принципу первые десять заповедей, которые были сказаны. Как определялся, как определялось десяти словья, и почему... Первые десять заповедей исхода двадцатой главы. То есть, просто навскидку. Ну, я не думаю, что это просто навскидку, в общем-то... Ну, то есть, чем, почему десять, почему они важнее, чем остальные слова Завета? А вот тут, я прошу прощения, кто сказал, что они важнее? Ну, почему они тогда записаны на скрижалях? Потому что он так захотел. То есть, а почему там написано все? Еще раз, надо смотреть, что там написано на самом деле, не все на дальнем переводе. Думаю, что до завтра мы разберемся, что там написано. Но я не думаю, что скрижали были записаны мелким убористым почерком, и где было все записано, именно все. Есть такое понимание традиционное, что там были написаны даже не все заповеди, а действительно просто десять слов. То, что соответствует первому месту, из которого вы читали. То есть, десять слов и больше ничего. И, ну, как бы, традиционно это считается декологом Мошеи, которые соответствуют первым десяти заповедям, которые были изложены в исходе 20-й главы. А в чем вопрос? В том, что было на самом деле записано? В том, что было записано. И почему десять? Почему не двенадцать, например, обидели два колена? Не, ну, там не давалось. Не, не, но я имею в виду, почему, откуда пошло. То есть, это, я к чему говорю, это может быть реально христианской традицией. Или мы имеем в Писании подтверждение. Потому что одно время назад, да-да, есть там. Христиане не при делах. Одно время назад я искал там для брошюры одной десять заповедей. Ну, так сказать, составленных грамотно. И я натолкнулся на то, что очень много вариантов десяти заповедей. На самом деле, это было вообще таким удивительным откровением для меня. Оказывается, что некоторые их меняют местами, некоторые по-другому их там как бы записывают и так далее. То есть, десятисловие, на самом деле, оно достаточно относительное. В каком-то смысле. В каком-то смысле, я думаю, что порядок приемлем, тот, который указан в двадцатой главе исхода. И насколько я встречал, в общем-то, ну, количество десять не изменялось. И, ну, набор не изменялся тоже, этих десяти. Порядок, может быть, другой где-то. Ну, вы встретили, что их было больше, чем десять? Ну, некоторых не было. То есть, меньше-то, да? Нет, там разделяли, например, первую заповедь на две, там, ну, варианты были. Ничего не могу сказать. Ничего не могу сказать. То есть, ну, все же подразумевалось, наверное, что это, если мы говорим о записанной, записанной торе, да, записанном законе, то это, так сказать, основные идеи должны были быть там записаны, да, всего закона. Или как? То есть, первых десять заповедей это что? Вытяжка best of the best, так сказать, закона, лучшая к исполнению. Когда мы говорим о десяти заповедях, то почему я пришел к тому, что здесь была уже книга? Вот к этому моменту была уже книга. Начиналась эта книга? Это очень очевидна. Мы не можем сказать, в каком форме она была записана, но если приходить к тексту исхода, то мы можем сказать, что, ну, судя по тексту исхода, она начиналась там с десяти этих заповедей. Она начиналась с десяти этих заповедей, и потом шло еще что-то. Мы не можем точно сказать, что в этой книге было записано вот именно двадцатая, двадцать первая, двадцать третья глава. Этот перечень мог быть больше, этот перечень мог быть меньше к тому времени. Мы не можем сказать этого, да? Мы можем абсолютно точно сказать, что к моменту того, как Машеев зашел, у них была книга, которая была названа книгой Завета. Это мы можем сказать? Мы можем сказать о том, что были скрижаны, которые он получил, можем сказать, которые первым он разбил. Я не думаю, что в этих скрижанах было написано что-то, что отличалось от того, что было изложено в книге. Следующий момент, который я хотел бы сказать. На основании чего был заключен Завет? На основании книги Завета, которая была прочитана, из которой были согласны все, принесены жертвы и окреплены кровью народа книга, или на основании скрижали Завета? На основании все равно книги. То есть скрижаны, на которые мы так делаем достаточно часто упор, и говорим, что там были 10 заповедей, и эти 10 заповедей главнее. То с точки зрения понимания закона, мы должны для себя оставить такую, знаете, фундаментальную мысль. Любое слово Творца, обращенное к творению, является законом для творения. Любое слово Творца, обращенное к творению, является законом для творения. Любое слово Творца, обращенное к творению, является законом для творения. что мы встречаем сказал Бог Адаму не ешь да он оформил это бумажку именно дал печать протокол сдал принял он просто говорит слушай не ешь и заодно сказал последствия того что если ешь понятно да а ну тогда мог Адам прийти к нему и сказать слушай ну ты же не предупредил что это был закон ты же как-то ну в нужной форме не оформил не обратил моего внимания не предупредил что смотри это закон именно это не хухры-мухры это не просто я тебе именно сказал так вот а это закон или это заповедь и смотри Адаму внимательно я тебе еще запишу нет Всевышний просто сказал а он просто нарушил последствия в общем-то возымели действия Всевышний полагал уставы небу и земле он просто сказал ну и все начало работать творение подчинилось его слову и начало функционировать в соответствии с его словом мы говорим на сегодняшний день что это законы законы природы законы всемирного притяжения законы физики и так дальше и тому подобное да мы говорим законы но на самом деле все эти законы следствие того что он сказал здесь мы видим то же самое он позвал Мошея и говорит слушай я тебе что-то скажу ты запиши то что я тебе скажу и это стало чем законом все что Всевышний сказал по своему творению стало законом для творения может ли творение нарушать этот закон ну может правда заключается ну как бы такая светлая мысль ну солнцу не приходит в голову а нарушу-ка я сегодня ну там зайду на 5 минут позже чего отдохну потому что у того творения нету свободы выбора да но есть человек который имеет свободу выбора который решил что он таки может надо еще помнить что система не закрыта от вмешательства творца поэтому творец может временно приостанавливать действия каких-то законов ну к примеру сказать солнце стоять ну иисус наверно попросил остановил кто как другой царь говорил ну вперед тень это легко давай назад то есть всевышний может вмешиваться в эти процессы и как-то их корректировать ну человек как-то не очень понятно здесь все понятно поэтому приходя к закону мы можем видеть что нигде по тексту 20-21-22-23 главы не было сказано вот это главное ну а это как получится на ваше усмотрение да вот это выделите подчеркните а вот это ну уже так ну как получится хотите делать а хотите нет градации не было это понятно поэтому в общем-то я думаю что скрижали являлись ну знамением ну или подтверждением всего закона а не какой-то именно конкретных каких-то именно конкретных его частей или заповедей просто как символ как символ всего закона всего потому что по тексту ну не выделялись заповеди и завет заключался не на основании скрижалей а на основании книги в дальнейшем можно конечно тоже дискутировать некоторые говорят ну скрижали лежали именно в ковчеге а книга лежала именно ну вне ковчега то бишь рядом поэтому вот то было главнее чем то что лежало рядом но то и другое находилось где в святом святом и за нарушение в общем-то тех которые были записаны и лежали рядом можно было тоже нормально заплатить понятно да и когда мы смотрим на закон божий мы можем сказать что конечно бог не разделяет грех на маленький грех и на большой но последствия от нарушения греха на этой земле могут быть различные в вечности одинаковые на земле различные понятно еще раз с точки зрения вечности нарушение закона влечет за собой что смерть наказание за грех смерть с точки зрения вечности за маленький грех за большой за средний наказание какое разная смерть а что вы имеете ввиду а мы пока говорим с точки зрения вечности спасибо одинаково такие одинаковые смерть но последствия различных грехов на этой земле различные они кстати тоже некоторые описаны в законе что происходит если вы нарушаете эту заповедь или другую в плане впоследствии на этой земле некоторые кстати приводили к смерти на этой земле наказывали смертью а некоторые нет понятно да здесь понятно у нас осталось пять минут вопрос вопросы у матросов нет вопросов тогда мы подведем как бы некую такую черту под то о чем мы говорили ну как минимум мы разобрались когда мы вступили в завет до это уже неплохо мы разобрались с тем что когда мы вступали в завет у нас была книга и поэто повествование в общем-то отражено в новом завете в послании евреям 9 лавея 19 стих спасибо мы разобрались да что Машея когда пошел на гору был уже завет евреев со своим творцом и когда он спускался вот эти ребята нарушили то что они обещали исполнить то есть их наказали не за то чего они не знали а их наказали за то что они не то что знали они сказали кстати мы это и сделаем мы будем это исполнять за это собственно говоря были и наказаны да с этим разобрались одна из таких мыслей которая прозвучала любое слово творца обращенное к творению является законом для творения тоже достаточно важная фундаментальная мысль и дальше мы приступаем к тому что мы будем изучать закон о жертвоприношениях какие были жертвоприношения данные всевышним для своего народа и мы говорили о том что закон был дан и он не изменялся не корректировался не отменялся не исправлялся то есть он был дан как данность к исполнению нравится это человеку или нет кстати наш народ сказал что несмотря на все нам все нравится и мы будем исполнять даже тогда когда мы не понимаем а когда мы будем исполнять мы это все поймем и услышим да здесь ясная часть хорошо тогда прервемся ненадолго и после перерыва продолжим не а и ненадолго